В конце октября самолет с коллективом театра «Астана-балет» приземлился в столице Южной Кореи. Отправиться в этот город со своим творчеством – интересный и волнительный момент для театра. Я всегда хотела посмотреть мир. Моя мечта сбывается. Спасибо большое. Мы находимся в КБС-центре. Это является самой большой сценой в Сеуле. Мы очень волнуемся, очень переживаем. Будем стараться на все 100%. И, надеюсь, мы не разочараем зрителей. В Сеуле «Астана-балет» представила одноактную постановку «Алем». Хореография Никиты Дмитриевского на музыку Армандо Амара и Булата Гафарова. Презентация спектакля прошла в июле этого года и является первым произведением крупной формы в репертуаре театра. Наступило 25 октября. День выступления. Уже собираются зрители. Исполинские размеры. Современная архитектура и необычные конфигурации создают в КБС-холл исключительную атмосферу. Я бы хотела сегодня, чтобы у нас в конце спектакль прошел так, как в Караганде второй день прошел. Мы были необычайно счастливы после выступления. Мы почувствовали вот эту связь обратную с зрительного зала. Это непередаваемо. Это вот все. Раз, весь коллектив почувствовал, что сегодня удалось, что сегодня получилось. И это даже не всегда по аплодисментам. Это вот что-то какое-то вот такое вот, какая-то нить вообще невидимая энергетическая. И, конечно, хочется, чтобы это произошло сегодня. Хочется, чтобы этой музыкой, грацией, трогательностью, искренностью исполнения получить все-таки вот эту обратную ниточку зрительного зала. Очень хочется. Остаются минуты до выступления. Нам нужно собраться и все вместе подняться, подняться на эту штуку. Вот давайте об этом вот попросим следующий. Спасибо. Спасибо. Последнее гастрольное выступление этого года завершилось блистательно. И оставило после себя теплые воспоминания. Я очень рада за молодой коллектив, я очень рада за творческих людей, которых я знаю очень много лет, за то, что такой образец чистого искусства, высокого искусства привезли в эту страну. Сценография меня очень сильно впечатлила и музыка очень хорошая. Знаете, по-простому скажу, по-дилетантски ни одного неосмысленного движения.